Это всё есть в реальности. Я знаю таких людей, у которых есть такие сверхспособности. Ты знаком, ты говоришь, с такими людьми? Я не то что знаком, я сам такое испытывал. А, замедление времени. Да. Вот как только он проявит эту волю, только после этого ему всё это откроется. До тех пор для него это просто сказка, фантастика. Вот как только любой скажет, я хочу то-то или то-то, вот тогда начнут происходить чудеса. До этого момента ничего этого не будет. Будет простой, обыкновенный физический мир. Чтобы разбудить народ, нужно научить их проявлять свою волю, дать знание, как использовать эту волю. Чем больше будешь проявлять свою волю, тем больше у тебя будет мощи духа, потому что ты научишься управлять этим миром через свою волю. Творец-то для чего нам эту свободу воли дал? Чтобы мы научились проявлять эту волю. А многие даже не проявляют эту волю. Как сказали, так и сделал. Всё. Не отпадали, не сделал. Давай на примерах разбираться вместе. Что такое дух, что такое душа и что такое физическое тело. Давай. Не хватает людям силы духа. У духа есть мощь. Я говорю о первичном образе, который творец задумал. И поэтому мы как раз и не понимаем друг друга. А что такое явление? Это то, что мы видим в яви, наяву. Ключевая проблема – восприятие. Ни хрена подобного. Пощупать, потрогать. Видишь, в трёх соснах заблудились. Вот оно здесь. Вот это и есть явление. Разбираем по слогам. В ось виятие. А образ первого творца, он вообще один. А явления разные. Как пробуждать эту мощь духа? Вопрос главный. Кто я? Вот внутри физического тела кто? Это свойство твое. А кто ты? Круто, круто. Хороший вопрос. Универсальное определение. Короткое. То есть условия необходимости и достаточности. Есть такая подсловица – пал духом. А духа-то нет. И осознанности гораздо больше, чем у этой маленькой тявкалки, которая способна действовать. Одним взглядом можешь так посмотреть, что мощь духа необходима, чтобы действовать и бездействовать. Это тот самый поток света. Ну, не иститки же? Не иститки, нет. Не, ну, иногда иститки. Надо найти крайности, чтобы определить золотую середину. Не надо, мне будет холодно. И вот когда тело уже кричит – всё, кирдык. Потому что я знаю, что это мне принесёт в итоге здоровье. Методом познания крайностей находим золотую середину и проверяем всё на примерах. Всё начинается с вопросов. Вопросы двигатель по прогрессе. То есть душа ощущает. Подал душу дьяволу тот самый канал и поток, через который ты получаешь либо свет, либо тьму. И в душе у него царит тьма. И там, и там можно бессмертия достичь. Но вопрос, каким путём? Принцип всего мироздания, принцип весов. Он осознал, что он может сделать выбор. Сын оказался мудрее. В любой момент любой человек может сделать осознанный выбор туда или обратно. У меня происходит замедление времени. И я вижу, как каждая пуля летит в мою сторону, и я начинаю от них уклоняться. Они говорят, как так? Я говорю, вот так. И я понимаю, что я не один такой. Я понимаю, что таких много. Я понимаю, что такие способности есть у всех. Хотя бы мысленно проявите свои воли. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok